Всем привет! Вы только посмотрите на часы, да это же время теорий по объектам. И кажется, стрелка указывает на SCP-3008, абсолютно нормальную старую икею. SCP-3008 это объект, известный далеко за пределами сайта SCP. По нему есть игра, которую думаю уже все видели, в которой я играл на другом своем канале. Про него вышло аж две серии мультсериала заключения, но несмотря на всю его популярность, авторы SCP так и не добавили истории о его происхождении и не объяснили его суть. В этом видео я собрал информацию из непереведенных рассказов, несколько фанатских теорий и крипипаст, которые вы не найдете на сайте SCP, но которые объясняют суть бесконечного магазина. К слову, да, вся история про бесконечную икею появилась именно как крипипаста, еще до статьи на сайте SCP. Я даже нашел пасту, очень похожую на сам объект SCP-3008, которая вышла за год до появления объекта. Как переведу, обязательно выложу ее на вкладке сообщества прямо тут на канале. Объект SCP-3008 это на самом деле только лишь малая часть большого лора загадочного магазина, в котором пропадают люди. Про этот аномальный магазин в интернете можно найти сотни историй. Но раз это канал по SCP, то и начнем с SCP. Из текста самого объекта мы знаем, что SCP-3008 это бесконечный магазин икея, находящийся где-то между мирами. Попасть в него можно, зайдя в пораженные аномалии здания магазина шведской мебели. Переход происходит, если войти в этот магазин через главный вход. Проникновение в здание через пролом в стене или любую другую дверь не активирует эту аномалию, и человек окажется в обычном магазине. То есть по сути SCP-3008 это портал. Портал в другой мир, который по какой-то неведомой причине появляется на входе в магазины фирмы икея. В мультивселенной SCP, как мы знаем, есть бесконечное число миров. И во всех, где есть икея, есть как минимум один такой портал. Вошедший в него человек оказывается в бесконечном пространстве, который представляет собой отдельное измерение, выглядящее, как нигде не заканчивающиеся магазины икея. В этом месте живет немало людей из самых разных миров, потому как миров, где есть икея, много. И в каждом кто-то да попадает в эту хитрую портальную ловушку. Эти люди построили целую цивилизацию. У них там города из столов и шкафов, идет оживленная торговля и даже случаются войны. Жизнь в мире бесконечной икея кипит. Ведь отчаявшиеся найти способ покинуть магазин люди как-то продолжают свое существование. На самом деле этот причудливый мир не бесконечен. Если очень долго идти в одну сторону, возможно дойти до его стены. И если путешественнику очень сильно повезет, он встретит в этой стене дверь, через которую он сможет выйти наружу. По сюжету самого SCP-3008, что на сайте фонда, из икея сбежал как минимум один человек. Тот, из чьего дневника фонда узнал, что же там такое происходит. Но если дойти до стены и найти в ней дверь в целом возможно, почему бы всем людям не выйти? Ведь там целые поселения цивилизации могли бы проложить какую-то дорогу до выхода. На этот счет ответ дает одна популярная теория. Она напрямую не описана на сайте, потому это скорее из области фанатских теорий. И ответ в том, что скорее всего этот мир постоянно расширяется, и стены как бы уезжают все дальше. А это в свою очередь значит, что где-то внутри этого заполненного мебелью пространства лежит другой SCP-объект SCP-184 под названием Архитектор. Архитектор – это такой артефакт, который будучи помещенным в любое замкнутое пространство, расширяет его изнутри, при этом не увеличивая снаружи. Если положить Архитектор в закрытую комнату, то со временем эта комната станет больше здания, в котором она находится. Потому, кстати, фонд хранит его на улице под видом статуи, отчего в мире SCP происходит расширение вселенной. По этой теории, выходит, что однажды в каком-то из миров SCP-184 попал в магазин IKEA и начал действовать, расширяя внутреннее пространство до тех пор, пока оно не выпало из своего родного мира и не стало отдельной реальностью. Эта теория также объясняет, откуда в магазине берется новая мебель. Ведь в файле SCP-184 на самом сайте фонда написано, что этот артефакт может не только расширять помещение, но и создавать также и всю обстановку в новых пространствах, собственную мебель и другие предметы. Вопросы тут вызывает тот момент, что бесконечная IKEA это вроде как отдельный мир. SCP-184 не создает новые миры, а лишь изменяет пространство. Но рассказ, кодовое имя истина, так не думает. В нем написано, что SCP-184 буквально создал наш мир. По сути, SCP-184 это такое зерно, из которого как деревья вырастают миры. И очень похоже, что мир SCP-3008 это как бы молодой росток. Новый мир, растущий из такого зерна, которое, так уж получилось, проросло где-то в большом мебельном магазине с вывеской IKEA. В статье SCP-184 описано, что артефакт-архитектор иногда ошибается и создает вещи из неправильных материалов и неправильной формы. Например, стеклянные книги. Но в SCP-3008 такого вроде бы нет. Вся мебель имеет правильную форму и вроде бы сделана из того же, из чего и должна. Но неправильные тут не вещи, а сотрудники магазина, превращенные в монстров. Они не только неправильной формы, но они как раз и сделаны из неправильного материала. Ведь в статье SCP-3008 написано, что у них нет крови и они не разлагаются. А раз они не разлагаются, то делаем вывод, что они сделаны из какой-то неживой материи. Персонал SCP-3008 это созданные архитектором-слуги, которые делают всю работу. Например, разносят еду по кафе и в целом наводят порядок. Но откуда они взялись изначально? Тут уже мы глубже погружаемся в мрачный мир крипипаст про шведский магазин мебели. Есть, например, такая история, что чувак нанялся на работу в местную Икею. И там для персонала было несколько правил, которые нельзя было нарушать ни при каких условиях. Одно из них гласило, не заходи в подсобные помещения ночью. По сюжету этой крипипасты сотрудник нарушил это правило и решил заглянуть внутрь и узнать, что же такое там происходит ночью в темные часы. Такое, что никому нельзя видеть. И увидел он, как настоящие гротескные чудовища разделывают тела потерявшихся в торговом центре людей. То есть такое там водилось еще до появления аномалии SCP-3008. А затем уже архитектор воссоздал их как получилось, то есть из неживой материи. Да, остается вопрос. Если SCP-184 создает вещи только из неживых материалов, откуда же тогда в бесконечной Икея появляются мясные шарики, которые все едят. Икея признала, что их мясные шарики сделаны из людей, которые не смогли найти выход. Такая новость появилась на сайте поддельных новостей из RS News, хоть и уже после выхода объекта SCP. Потому автор не мог ей вдохновляться, но с предыдущей крипипастой согласуются отлично. В новости нас успокаивают тем, что на фрикадельки идут только те посетители, которые не смогли найти выход и умерли от голода. Так что все в порядке, никого не убивают. Но как-то подозрительно, что все эти страшные истории про Икею как бы на один мотив, как будто имеют общий корень. Внезапно так и есть. В начале видео я упомянул, что SCP-3008 очень похож на одну старую историю, на крипипасту, в которой человек также потерялся в бесконечной Икеи. Побродив какое-то время, он понял, что магазин бесконечен, а он сам умирает от голода. Но дальше история пошла немного по-другому. Ведь в один из дней за ним погнались существа в форме Икеи. И чтобы спастись от них, он сам надел на себя эту форму. Комплект такой же униформы, как и у тех монстров на его преследователях. Но эта форма оказалась непростой одеждой. Она впилась в его тело и начала прорастать в его организм, заменяя живые ткани и целые органы. Сначала кожу, а потом и все внутренности. В то же время сам этот человек начал сходить с ума. Он начал видеть серых призраков вокруг и слышать шепот у себя в ушах, который говорил ему, что делать. Одни люди, пропадающие в этой аномальной Икеи, становятся монстрами, другие – фрикадельками. Я решил зарыться в это все еще глубже. И знаете что? Все эти крипипасты о пропадающих людях появились после новости за 2004. 2014 год. Настоящие новости в настоящей газете о том, что шведская женщина нашла в сумке из Икеи 80 человеческих черепов. Вроде как никакого криминала. Позже выяснилось, что эти черепа принадлежали людям, умершим много столетий назад. Но именно эта находка создала Икея довольно зловещий ореол. Ладно, что-то вышло немножко мрачно. А вот вам забавный факт. В бесконечной Икеи можно встретить телефоны. Если снять трубку, в ней будет слышен голос, говорящий бессвязный бред. Но в рассказе с сайта SCP под названием «Ваш звонок очень важен для нас» описывается случай, как клоуны из цирка Германа Фуллера, одной из организаций мира SCP, поехали в SCP-3008 на своем клоун-мобиле. Они встретили там такой телефон и позвонили по нему. Им удалось дозвониться до сущности, описанной в SCP-2024, тому человеку, который отвечает на звонки в службу поддержки Германа Фуллера. То есть, как минимум, по телефону в бесконечной Икеи. Вы можете дозвониться до аномальных межпространственных сущностей. Главное, знайте их телефон. Надеюсь, в игру по SCP-3008 разработчики добавят эту возможность. Важный все-таки момент. Ну и клоунов на клоуномобиле тоже бы хотелось увидеть. Отличная идея же. Ну и конечно, что главное в этой Икеи? Это люди, которые попали туда из бесконечного множества миров и основали свою цивилизацию. Немного покопавшись в интернетах, я обнаружил, что люди, потерявшиеся в Икеи и основавшие там свою цивилизацию, это довольно популярный сюжет. Причем как для страшных историй, так и просто для шуток. Таких историй действительно очень много. И в общем-то это довольно очевидная шутка, что, мол, люди пошли в большой магазин и застряли в нем настолько надолго, что основали свою цивилизацию. Тема цивилизации людей, попавших в этот мир, классно раскрыты в двух сериях сериала от Лорда Банга. Люди из совершенно разных культур и миров собираются, кто в оседлые племена, строящие города. Иные же становятся кочевыми варварами и живут грабежами. Некоторые люди становятся странствующими торговцами. Посреди рядов кроватей и модных ламп проходят жизни героев и злодеев. Под мощным потолочным освещением и указателями отделов рождаются и исчезают империи. Когда-то лежавший в центре этого мира SCP-184 расширит его настолько, что никто и никогда уже не сможет добраться до выхода. И его жители будут считать свой мир, похожий на бесконечный магазин Икея, единственным миром во всей вселенной. А кем бы вы стали в таком мире? Быть может охотились на местных монстров в форме персонала? А может бы сложили замок из унитазов? Или бы стали знаменитым рыцарем ордена Серебряной Вилки? А может бы просто ели фрикадельки каждый день? Напишите об этом в комментариях. Всем пока!